Меня попросили рассказать про духовное развитие, то есть что нужно делать для того, чтобы духовно развиваться. Поразмыслив, я обнаружил, что это достаточно непросто, по той причине, что, рассуждая о духовном развитии, мы неизбежно выходим за пределы философии в сферу религиозного опыта. Духовное развитие – это совсем не то, что мы привыкли понимать под саморазвитием. Это не улучшение личной эффективности, не достижение счастья, благополучия и процветания. Все то, что мы обычно относим к нашему личному развитию, находится в материально-психической сфере, в сфере времени. Тогда как дух – это вечная первооснова нашей личности. Соответственно, цель духовного развития – это достижение вечности, подготовка себя к вечной жизни, обретение бессмертия. А это уже задача религиозного плана, ведь сущность религии в том и состоит, чтобы помочь человеку утвердить себя в вечности. Философия помогает нам понять, что такое дух, душа, в каких отношениях они находятся между собой и как связаны с телом. Какова структура мира, какое место занимает в нем человек по отношению к абсолюту и т.д. Это теория, т.е. созерцание того, что дано нашему уму. Но когда мы переходим к практике духовного развития, мы перестаем созерцать и рассуждать, и начинаем действовать. И здесь мы уже не просто отстраненно изучаем логические связи между абсолютом, миром и человеком, а входим в непосредственное жизненное общение с абсолютом, т.е. получаем религиозный опыт. И сложность здесь состоит в том, что в духовных практиках невозможно выделить то, что можно рекомендовать всем без учета разницы в мировоззрении, потому что в разных религиозных учениях абсолют и его взаимоотношения с человеком понимаются по-разному, и это неизбежно отражается на духовных практиках. Хотя все традиционные религии имеют общее сходство в том, что готовят человека к переходу в вечность, вместе с тем цели духовного развития у язычника, христианина, буддиста или индуиста различаются. Например, античные греки верили в реинкарнацию, считали материю и тело злом, и все свои усилия прикладывали к тому, чтобы максимально при жизни отделить душу от тела, чтобы после смерти она освободилась от цикла перерождений в материально-психической сфере и перешла в сферу богов. Поскольку душа, смешавшись с телом и став причастной телесным состоянием, приобщилась к злу, то наилучшим для нее путем будет путь добродетелей, которые очистят ее от материи и вернут к духовному и мудрому, то есть к самой себе. Таковыми добродетелями являются и нравственное разумение, приучающее душу не поддаваться чувственным страстям, и мужественная стойкость, изгоняющая волнение и озабоченность состоянием тела, и праведность, благодаря которой разум и дух могут беспрепятственно направлять нашу жизнь. Таков истинный путь души, становясь духовной и бесстрастной, она уподобляется Богу, обретая мудрость и покой. Для христиан же переход в вечность – это не отделение души от тела, а воскресение в теле в конце времен. Тело человека – это неотъемлемая часть его личности. Человек без тела – это не человек. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудны. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. То есть и там, и там цель духовной жизни – это достижение вечности. И там, и там присутствует определенная самодисциплина, и там, и там используются молитвы. Но все эти сходства обнаруживаются только на абстрактном уровне, в общих понятиях – достижение вечности, аскеза, молитва. На конкретном же уровне мы видим сплошные различия. Различия в понимании абсолюта. В язычестве абсолют – это безличное единое. В христианстве – это личность социум, троица. Различия в понимании самой вечной жизни. В язычестве – это пребывание души в сонме богов. В христианстве – это пребывание телесного человека в богообщении. И так далее. Поэтому в разговоре о духовном развитии невозможно абстрагироваться от этих различий и рассуждать о некоем духовном развитии вообще. То есть невозможно вести духовную жизнь, не принадлежа никакой духовной традиции. Мы можем заимствовать какой-то опыт из других традиций, но мы обязательно должны его переосмыслять с точки зрения нашего собственного мировоззрения и адаптировать к нашей картине мира. Лично я через изучение философии пришел к признанию истинности христианства. А потому и о том, что нужно для духовного развития, я могу говорить лишь с позиции христианского учения. Итак, начнем наше знакомство с практикой духовного развития с самой базовой и простой стороны – с аскетизма, то есть системы ограничений. В западных фильмах часто сравнивают человечество с раковой опухолью, которая поразила собою всю живую природу. Правда, при этом почему-то никогда не говорят о том, что раковой опухолью стала именно западная цивилизация, отвергнувшая все ограничения традиционной культуры. Традиционная культура – это система запретов и ограничений, которые как раз и служат для того, чтобы человек не терял форму, не терял свою человечность, свой образ и не превращался в бесформенную биомассу или в хаос желаний, эмоций и безумных поступков. Внутреннее духовное развитие требует различных ограничений, которые касаются всех сторон нашей жизни. Это воздержание в пище, сексуальное самоограничение, сдержанность в проявлении эмоций, отказ от привязанностей и так далее. Это может быть звучит пугающе, но на самом деле даже в современном обществе любой человек, который хочет чего-то добиться – в бизнесе, в здоровье или в развитии способностей – так или иначе должен придерживаться определенной дисциплины. Люди садятся на диеты, чтобы стать красивыми и здоровыми, отказываются от удовольствия и безделья, чтобы заработать много денег. Это логично. Чтобы чего-то достичь, мы должны сконцентрироваться на чем-то одном и отказаться от всего другого. То же самое в духовном развитии. Для чего нужно самоограничение с точки зрения философии? Как мы знаем, быть в чисто логическом философском смысле значит иметь определенность, границу. Если нечто есть, значит оно имеет определенность. Чтобы на беспредельном фоне появился круг или квадрат, нужно этот фон ограничить строго определенным образом. Каждая фигура предполагает существование законов, которые задают ее форму. У человека тоже есть его сущность, смысловое ядро, совокупность законов и принципов, которые делают человека человеком. И чтобы стать человеком, чтобы реализовать свою сущность, мы должны, во-первых, ее познавать, во-вторых, оценивать, насколько наш нынешний образ ей соответствует, и, в-третьих, прилагать усилия к тому, чтобы наш реальный образ соответствовал идеалу. То есть, если мы хотим быть кем-то определенным, то мы должны иметь определенность и упорядоченность в своих взглядах, в своих поступках, в своих действиях, в своих устремлениях. Если я хочу быть, я должен ограничить себя, отделив все ненужное. Если же мы сегодня говорим или делаем одно, а завтра другое, если стремимся сначала в одну сторону, потом в другую, если сегодня мы человек, а завтра киборг или еще кто-то, то это значит, что нас нет как личности. Про нас невозможно сказать ничего определенного. Мы превратились в химеру. Мы не существуем. Античные философы сравнивали развитие личности с ваянием статуи. Чтобы получить прекрасный образ, нужно отсечь от себя все лишнее. Так Платин говорил. Обрати свой взор внутрь себя и смотри. Если ты еще не видишь в себе красоты, поступай как скульптор, придающий красоту статуе. Он убирает лишнее, обтачивает, полирует, шлифует до тех пор, пока лицо статуи не станет прекрасным. Подобно ему, избавляйся от ненужного, выпрямляй искривление, возвращай блеск тому, что помутнело и не уставай лепить свою собственную статую до тех пор, пока не засияет божественный блеск добродетеля. То есть, именно для того, чтобы в нас проявилась внутренняя красота и нужна система ограничений. Можно начать свое духовное развитие с небольших телесных ограничений. Например, начать понемногу соблюдать пост. И здесь не нужно ничего придумывать самому, а нужно взять за основу уже имеющуюся веками отработанную традиционную практику. Вообще, заметьте, что мы быстрее достигаем успеха не тогда, когда сами заставляем себя что-то делать, а когда нас к этому принуждают какие-то внешние обстоятельства. Сами знаете, на работу хочешь не хочешь мы встаем рано утром, а если у нас свободный график, то соблюдать тот же самый режим гораздо сложнее, даже если у нас есть к этому огромное желание. Разные бизнес-гуру на своих тренингах заставляют участников подписывать обязательства, что они в такой-то срок добьются определенного финансового результата, а в противном случае им придется выплатить штраф. Им он должен взять за пять месяцев, за пять месяцев новый Роллс-Ройс. Если не куплю, отдам 4 миллиона. То есть, нам проще заставить себя что-то делать только тогда, когда на нас давят объективные обстоятельства. И это говорит о том, что мы духовно неразвиты. Наши тела и душа не подчинены духу и не хотят выполнять то, что он от них требует. А значит, на нижней ступени духовного развития нужно использовать силу внешнего воздействия, опираться на уже установленные обычаи и предписания. Они внешним образом будут принуждать нас делать то, что нужно. Например, православные христиане соблюдают пост каждую среду и пятницу. Вот и вы можете начать с этого небольшого шага. Для начала отказаться в среду и в пятницу от употребления мяса. Только ни в коем случае не нужно сразу же соблюдать посты по всей строгости церковного устава. Вы только испортите себе здоровье. Церковный устав создавался древними монахами-подвижниками, и современный человек слишком немощен, чтобы сразу исполнять их в полной мере. Мы мало того, что живем в северных широтах, в отличие от греков, а в этих условиях организму требуется более калорийная пища, но и с самого рождения мы еще и едим синтетическую пищу, которая вообще не имеет никакой питательной ценности. Поэтому в соблюдении постов нужна строгая и длительная постепенность. Я убедился в этом на своем печальном опыте. В молодости я начал соблюдать посты со всей строгостью, и в результате только испортил себе здоровье. Даже какое-то время полежал в больнице. И только много лет спустя я от одного вегетарианца услышал понятное объяснение и понял, почему так произошло. С раннего возраста наше тело научилось получать необходимые вещества только от того вида пищи, к которому мы привыкли. И если мы резко переходим на так называемое здоровое питание, то наше тело просто не знает, как из этого питания получить нужные ему вещества. И в итоге мы вместо здоровья получаем болезнь. Так что переход к новым привычкам должен быть очень длительным. Он должен длиться даже не месяцы, а годы. И, к сожалению, в христианской духовной литературе об этом никто не пишет. И поэтому очень многие верующие страдают во время постов. Итак, чтобы приучить свое тело к новому режиму, для начала можно в постные дни исключить из рациона только мясо. Прожить в таком режиме год. Если спустя год вы чувствуете, что готовы исключить из рациона еще какую-то животную пищу, например, яйца и молоко, то можете это сделать и следующий год воздерживаться по средам и пятницам не только от мяса, но и от яиц и молока. При этом нужно обязательно восполнять недостаток белка за счет других продуктов – рыбы, фасоли, гороха и т.д. Если же вы чувствуете, что от какого-то продукта вам на данном этапе сложно отказаться, то продолжайте употреблять его в постные дни еще год. Мне, например, очень трудно было отказаться от сливочного масла. Возможно, у вас это будет какой-то другой продукт. Важно при этом понимать, что пост не имеет ничего общего с вегетарианством. У него совершенно другая цель и другие идейные причины. Мы постимся для того, чтобы научить наше тело подчиняться духу и для обретения ясности ума, а вовсе не для улучшения здоровья, избавления от токсинов или из-за гуманного отношения к животным. К животным без сомнения нужно относиться гуманно, но это не значит, что их нельзя употреблять в пищу. Христиане опираются в этом, например, самого Спасителя. Христос ел и рыбу, и мясо на Пасху. Наше здоровье в результате постов может улучшиться, но это тоже не является целью наших самоограничений. Цель духовной жизни находится в вечности, а не во времени. Вообще, от того, в какой сфере мы полагаем цель наших действий, одна и та же практика будет иметь характер либо телесный, либо душевный, либо духовный. Спортсмены тоже жестко ограничивают свое тело, приучают его к дисциплине, диете. И, конечно, это было бы невозможно без деятельности духа. Спортсмен проявляет силу воли, силу духа, чтобы преобразить свое тело. Значит, источник преобразования его тела лежит вне тела, то есть в духе. Однако при этом мы не называем спорт духовной практикой. Это телесная практика. Потому что для спортсмена цель, к которой стремится его дух, находится в телесной сфере. Точно так же, если мы соблюдаем пост для того, чтобы стать здоровее, то из духовной практики он становится практикой чисто телесной. А если мы не едим мясо из жалости к животным или из брезгливости, то значит наш пост имеет психологический, душевный характер. Духовной же практикой он становится только тогда, когда цель духа помещается в самом же духе. Когда дух подчиняет себе тело для того, чтобы лучше проявляться в этом теле, чтобы возвысить тело до себя, чтобы тело стало его выразителем. Отношения между духом и телом можно образно представлять в виде отношений всадника и лошади. Всадник – это ум, дух, лошадь – это душа и тело. В идеале всадник должен решать, куда ехать. В реальной жизни чаще происходит наоборот. Мы едем туда, куда хочется лошади. А лошади постоянно хочется то поесть, то поспать, то развлечься. И мы покорно следуем туда, куда она нас ведет. Так вот, целью практики самоограничения является изменение этой ситуации. Мы должны научить лошадь полностью подчиняться воле всадника. То есть, душа и тело должны полностью подчиняться уму. Разумеется, и ум должен быть при этом умным, а не дурным и деспотичным. Дух обладает такой властью над телом, что может привести его к страданиям и смерти. А в этом ничего хорошего нет. Так что самоограничение должно быть разумным. И, надо сказать, найти необходимую меру здесь бывает очень непросто. Мы продолжим тему духовного развития в следующих видео. Вы можете задавать свои вопросы и оставлять комментарии, став спонсором канала на сайте Бусти или на Ютубе. Благодарю всех, кто уже поддерживает канал.